Приветищи! Это Сатисфактори, наша огроменная ферма будущего. Сегодня у нас с тобой офигенно огромная миссия. Нам нужно построить вот такой вот огроменный лифт. Но дело в том, что не хватает мне ресурсов. Нужно чуть-чуть побольше железных прутев. Здесь у нас уже 62, давай заберем. 357 прутев. Нужно 400. И пока эти прутья нам делаются на производстве, мы сейчас с тобой попробуем найти... Не то достал. Вот что нам нужно. Мы попробуем сейчас с тобой найти энергослизней. Они нам нужны, чтобы сделать турбобатарейку, которая ускоряет, собственно, скорость производства. Пока что у нас везде тишь. Скан не пищит. О, запищал. Где-то, где-то здесь, слушай. А, так вон он на горе, смотри. Точнее, на камушке греется. Мы туда не пройдем просто так. Нужно как-то это пересечь. Пойдем попробуем обойти. Ух ты, тут пещерка есть. Ну что, пойдем пошахтарим. Вау. Это что там такое светится? Надо срочно туда подойти. Вот это шарик. Это, может, ягода какая-то огромная, большая? Какая-то странная. Она нейроадиктивная. Странные звуки издает. Попробуем это взять. Сфера Мерсера. Одна штука. Давай заберем. Тяжеленькая, слушай. Опа. Надо будет ее исследовать. Значит, где-нибудь здесь есть проход? Проход есть, он вниз. А, нет, тут тупик, слушай. Короче, эта пещера существовала ради вот одной вот этой сферы. Ммм, черт подери. Слушай, а давай попробуем по-другому до нее добраться. У нас с тобой есть помостки. Что если мы попробуем его где-нибудь... А, так просто не построим. Значит, нужен фундамент. Вот такой вот фундамент. В принципе, в принципе, нам этот помосток нафиг не сдался. Мы и без него можем справиться, слушай. Вот таким вот макаром. Так, что-то мы, кажется, уходим под гору. Нам нужно подняться. Нужно сделать вот такой вот съезд. Вот, это другое дело. Оу-оу-оу-оу-оу. Нанесен урон. Блин, там все в яде, ты посмотри. Там токсины кругом. Нужно немножечко левее сместиться, хотя там и тоже токсины. Черт подери. Очень плохо. Тогда попробуем все-таки левее как-то туда убежать. Почти, почти дошли. Вот так вот, но нас все равно токсины долбят. Смотри, там сколько их. Это капец. Не. Туда, короче, без маски, без полезняк идти. Либо нужно какое-то оружие, я не знаю. Да, нужно, короче, разработать оружие, чтобы уничтожить вот эти вот вонючие вышки. Ну, раз мы не добрались до того слизня, я нашел другого. Вон он, вон там вот. Сейчас мы туда попробуем пролезть. Мимо вот этих вот кустов. Они тоже ядовиты, они спускают газ. В самом начале мы с тобой на них натыкались. Мы уже с тобой научены. Сейчас быстренько туда пролазим. Забираем слизня и валим отсюда, пока эти растения не загазовали всю эту территорию. Блин, ну растения эти, конечно, прикольные. О, все, газ, валим отсюда. Они газ пустили. Чуть не разбился. Итак, делаем из нашего энергослизня энергетический осколок. И вставляем этот осколок в нашу машину производства. Вот таким вот образом. Тем самым мы увеличили производство на целых 250%. Вроде бы как. Вот так вот сейчас мы это дело все ускоряем. Опа! Все, 250. И мы, кажется, да. Нужно больше электричества для разгона нашего конструктора. Давай 200% попробуем поставить. Где рубильник? Врубаем. Не, бесполезняк. Короче, ставим для нашего конструктора отдельный биосжигатель. Заряжаем его. И теперь все это дело подсоединяем. Вот, должно теперь работать нормально. Полностью всю энергию будет отдавать наш биосжигатель нашему конструктору. Теперь поставим 250 и смотрим. На скорость производства ты посмотри, как это все быстро теперь штампуется. Так, хочу посмотреть энергопотребление какое. Нифига себе. 20 мегаватт производит наш биосжигатель. А конструктор потребляет 17,3 мегаватта. Практически весь биосжигатель работает только на наш конструктор. О, кстати, мы в биосжигатель тоже можем поставить ускорители. Круто, надо будет этим заняться. Так, еще раз для сравнения, смотри. 100% производства. Как работает конструктор. Видишь, медленно так, потихонечку, не торопясь. Опять промежутки, видишь, какие. Огроменный. Очень медленно работает. Теперь ставим на 250. И конструктор сейчас, смотри, как начнет работать. Хопа, ускорился. Смотри, смотри, быстрее, быстрее, быстрее сам путь. И продукция выпускается шустрее. Круто. Все работает, все огонь. Значит, прутья у нас собраны. Теперь мы можем с тобой построить наконец-то этот долбанный лифт. Что ж, приступим. Космический лифт. Куда мы его с тобой разместим? Слушай, мне кажется, что для него нужна платформа. Это во-первых. А во-вторых, он очень громоздкий. Короче, поскольку у нас огромная проблема с размещением, нужно просто большущее место. Сейчас мы его организуем. У нас будет навесной фундамент здесь. Ну что, площадочка у нас готова. Думаю, что места теперь нам хватает. Что ж, попробуем. Космический лифт. Слушай, а место? Пол слишком пологий. А, не хватает прочности. Ну вот. Мы укрепили наш пол. Ну что, теперь вроде бы как должно все получиться. Давай попробуем. Космический лифт. А, нет. К сожалению, нет. Это не спасло ситуацию. Ладно. Это место мы оставим для какого-нибудь другого производства. Обзорную башню мы сносим. И вместо нее ставим лифт. По идее, места должно хватить. Я надеюсь. Мы сейчас как-нибудь развернемся тут и... А, черт. Все равно не хватает. Ты просто посмотри на эту махину. Этот лифт просто гигантищий. Похож на какой-то космический корабль. Блин, если честно, я не думал, что это будет огромной проблемой построить этот долбанный лифт. Неужели мне придется переезжать в какое-то другое место? Короче, созрел у меня коварный план. Вот мое производство. Я нахожусь на горе. Сейчас мы с тобой здесь все спилим. Построим здесь фундамент. И должно все получиться. Значит, достаем нашу бензопилу. И давай здесь все пилить. Ну, вроде бы все. Зачистили. Осталось теперь сделать ровный фундамент. В итоге, получилась у нас вот такая вот махина. Попортили немножко вид горы. Ну, что поделать. Ради новых технологий приходится чем-то жертвовать. С этой стороны это выглядит таким образом. Чересчур большая стройка получилась. Ну, и лифт, как говорится, немаленький. Значит, у нас теперь есть неполое, огромное пространство. Надеюсь, что лифт теперь здесь поместится. Давай лифтик. Пол слишком пологий. Да вы что сделаете, что ли? Какой пологий? Он здесь ровный. Просто идеальнейший. Во, наконец-то можно построить. Смотри. Вот здесь вот он строится. Так, нужно придумать, как его разместить. Наверное, вот таким вот образом. Да, думаю так. Ну что, строим? Офигеть просто. Посмотри, какая-то здоровенная штуковина. Жуть, сколько материала на нее ушло. Что, все? Вах, вах, вах! О май гарбл. И земля содрогнулась. Вот это щупальца, слушай. Мощная, мощная штука. Сейчас, наверное, лазер. А-а-а, нифига себе, как это все дело выглядит. Я думал, будет какой-то луч, который наверх будет светить. Ой-ой-ешеньки. Это типа лесенка, что ли, какая-то? Что-то как-то установилось, я не понял. Лифт теперь должен как-то подняться наверх или нет? Жесть. Ну и бандурина. Ну вот, теперь вокруг этой бандурины мы должны обустраиваться. Дело в том, что здесь вот есть конвейеры. Это космические конвейеры от лифта. Видимо, будет какая-то продукция поступать, либо мы, наоборот, будем ее сюда затаскивать при помощи конвейеров. Она у нас с двух сторон. Здесь вот тоже они есть, видишь? Да, местечка, конечно, маловато ему было. Сейчас мы тут тоже фундамента доделаем. Так, с этой стороны у нас все нормально. А-а-а, здесь у нас пульт управления. Ты посмотри. Ну, шикарно, шикарно. Что ж, давай посмотрим, что у нас там есть. Космический лифт. Загрузить, продать, получить. Проект сборка платформы. Загрузить ресурсы. Короче, нам нужна укрепленная железная пластина. И ротор. Роторы мы, по-моему, уже умеем с тобой производить. В общем, это наш первый проект для этого огромного лифта. Ты посмотри на эту бандурину издалека. Это же жесть. Какая она огроменная. Вот он, наш верстак, который поможет нам сделать ротор. Для ротора нам нужны прутья и винты. Ну, все. Все готово у нас. 75 укрепленных пластин. 50 роторов. И сейчас мы попробуем это все дело отправить при помощи нашего огроменного гигантского лифта. Что ж, запихиваем это все дело сюда. Мы можем это дело продать. Переводим рычаг. Он заштамповал все это дело в контейнер. И теперь мы можем его отправить. Вот таким вот образом. Все, он ушел. Идет отправка. Так, что-то все глючится. Ужасно глючится. Господи, у меня какой-то сломанный лифт. Мне кажется, что... Да-да-да, вон-вон-вон-вон. Смотри, контейнер полетел. Вот как все это дело отправляется. Теперь это понятно, как происходит. Такое ощущение, что у меня там где-то лифт ломается. Ну, вроде бы как, все. Мы отправили. Я надеюсь, что там наверху довольны тем, что мы отправили. Давай зайдем сюда, посмотрим, что они тут скажут. А-а-а, им теперь нужны новые детали. Нифига себе, как быстрый запрос они посылают. Им нужен мотор и блочно-модульный каркас. Но дело в том, что моторы я делать еще не умею. Пойдем-ка зайдем в наш хаб. Посмотрим, может быть, нам новый ранг доступен. Глянем-ка сейчас. Точно, ты посмотри. Ранг 3 и ранг 4 разблокировались. Давай посмотрим, что у нас тут есть. Угольная энергия. Ух ты, мы можем тракторы сделать. О, медицинский ингалятор у нас появился, смотри. Он позволяет нам восстановить здоровье. Это круто. В ранге 4 что у нас доступно? Производство. Вот он мотор, смотри. Он-то нам и нужен. Улучшенный ближний бой. Ксенодубинка. Ну, по сути, это просто удлиненный электрошок. Может, сделаем потом. Все. Теперь у нас трактор привези. Транспортные средства. Есть трактор и грузовая станция. Да, посмотрим на трактор. О, слушай, так он вообще маханький. Вот такой вот. Давай трактора сорогим здесь. Вот таким вот макаром он выглядит. У него даже лопата там есть. Сядем. Ты прикинь, я внутри транспортного средства. Вон он я стою. Сейчас разверну. Вон он я. Вон он такой вот красавчик. Рулю там, видишь, колесо поворачивает. Так. Весь прикол только в том, что мы чего-то не едем. Может быть, топливо залить надо? Подожди. Где у тебя здесь бак? Наверняка тебе нужно топливо. Здесь у нас рабочий станок. Ого. А вот топливный бак, смотри. Хорошо, сейчас мы, короче, быстренько с тобой сделаем биотопливо. Значит, закидываем сюда топливо. Ага. Ну и, в принципе, мы должны теперь поехать. О, да. Чё, погнали? Ништяк! У нас теперь есть транспорт! Нифига себе, он носится. Под 50 километров. А дрифтить можно? Не, он не дрифтует. Ну, ништяк. Это вообще другое дело. Короче, максимальная скорость этого трактора 150 километров. Часто, прикинь. А топливо-то как он хавает. О, о, о. Смотри, кого мы встретили. Интересно, могу я их задавить? Этих мутантов. Ну-ка, попробуем кабанчиков. Кажется, кажется, да, я их давлю. Это же круто! А нет, они живенькие остаются почему-то как-то, как-то так. Я же вроде по ним езжу. О, они просто валяются, брейк, танцуют там. Им пофиг. Ну, значит, раздавить я их не могу. Хорошо. Жалко, знаешь что? Что я в одну руку не могу взять сканер. Чтобы ехать и сканировать местность. Блин, но топливо этот трактор, конечно, хавает очень много. О, слизняк. Надо бы его забрать. А еще здесь можно как-то включить автопилот. Но как это сделать, я еще пока не понимаю. Видимо, нужно построить погрузчик угля. Вот такой вот угольный генератор я хочу поставить. Вместо нашего биосжигателя. Он имеет 50 мегаватт. Это практически в 2,5 раз больше, чем у сжигателя биомассы. У него всего 20 мегаватт. Так что эту штуку мы построим обязательно. Но будет это уже в следующей серии. Если тебе нравится эта игра, то с тебя лайкос, комментос и подписочка, если ты еще не подписан. Ну а я на этом с тобой проезжаю. С тебе спасибо за просмотр и пока. Субтитры сделал DimaTorzok